Сейчас время осеннего декора и, как всегда, популярны тыквы, шишки, листья, веточки и тому подобное. Но для меня самым лучшим декором стала магия уютного дома. Привет всем! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! Я думаю, что по началу ролика, да и по названию, и по картинке вы уже поняли, что сегодня я вам презентую свою книгу. Слушайте, я не верю. Такое ощущение, что у меня просто книга на обзоре. Это моя книга! Тут написано даже Наталья Горбатова. Я, конечно, знаете, немножко и нервничаю, и смущаюсь, и волнуюсь, и радуюсь, и буря эмоций. Поэтому, да, если я буду как-то заговариваться, что-то куда-то меня будет нести, или там вам покажется излишне какая-то мимика, и вообще моя интонация виновницей всему, она, она. Я, правда, я очень рада. Посмотрите, она невесомая, кстати, она не очень толстенькая, но зато такой удобный формат, вот именно, знаете, книга для наслаждения, для души, для дома. И давайте начнем с того, о чем эта книга. «Магия уютного дома». Тут написали это уже издательство, постарались, молодцы. Мне очень нравится «Вдохновляющая методика наведения порядка без стресса». Классно! В общем-то, эта книга не просто о порядке, об уборке, о том, как создать уют. Это гораздо больше. Здесь есть немного психологии. Если вдруг кто не знает, я по образованию психолог дипломированный, поэтому у меня есть некоторые наработки, методики, которые я адаптировала к данной теме. То есть, как изменить свое отношение с «не люблю уборку» на «обожаю порядок», «обожаю убирать». Эта методика универсальна. Она в книге адаптирована под соответствующую тему, но ее можно использовать в любой сфере жизни. Структуру этой книги я постаралась делать органично. Сначала мы познакомимся, ну мало ли кто меня еще не знает. Далее я расскажу про свой утренний ритуал и те моменты, которые как раз-таки позволяют мне ко всему относиться с позитивом, настраиваться на хороший результат. И благодаря этому у меня проходит продуктивный день. Здесь собраны эффективные, самые мои любимые хитрости, способы по ведению домашнего хозяйства, и не только, которые приносят действительно крутой результат. Ну и в целом эта книга поможет вам научиться расхламлять свой дом, регулярно поддерживать порядок и делать это, самое главное, с радостью. Вы сможете практично и уютно организовать свой дом. А также получите мощную мотивацию и приятные эмоции от прочтения этой книги. Я писала очень простым языком. Здесь нет каких-то сложных психологических терминов. Да и вообще читается достаточно легко. Это я уже говорю не только вот нахваливая себя. Просто я уже поделилась этим в телеграм-канале, и девочки уже успели некоторые купить, и уже даже прочитали. Я, конечно, понимаю, что, возможно, кто-то, прочитав книгу, разочаруется. Ну, просто потому, что некоторые всегда ожидают чего-то такого волшебного, сверхъестественного, какой-то заветной формулы. Или типа сейчас я книгу прочитаю, моя жизнь кардинально изменится. Нет, любая книга, не только моя, вообще любая книга, это лишь такой вспомогательный инструмент. Но работать над своей жизнью, над собой придётся всё равно вам самим. И я пойму, точнее, если кому-то не понравится, я уже морально готова к критике. Да и, честно говоря, я уже привыкла к критике своих роликов на двух каналах. Поэтому, наверное, мне будет легче как автору, потому что я уже прошла через вот этот этап, когда ты стараешься, когда ты что-то делаешь, кому-то нравится, а кто-то приходит и по полной тебя там разносит. Поэтому я этого, вы же знаете, не боюсь. Книга — это такое дело. Крупных, известных авторов, бестселлеров критикуют. Ть, а я-то кто такая? Помимо информации, эта книга несёт ещё и эстетическое наслаждение. И я сейчас это озвучиваю не как автор, а именно как пользователь этой книги, потому что одно дело написать её, другое дело оформить. Оформлением занималось издательство. И когда мне прислали, я первый раз увидела это оформление, мне прислали на согласование, мне очень всё понравилось. Настолько вот попадание и отражение, то есть вот какие-то мысли выделены, шрифт, всё так органично вплелось в то, как я это себе представляла, тоже касается оттенка, основного оттенка книги. Это вот эти тёплые цвета, которыми богата осень. Вот это феерия красок. Кстати, цветочки неспроста здесь на фоне тоже, в тон, в тему. А теперь история, насколько эта книга символично вышла в продажу, в свет. Вообще планировалась вроде бы ещё весной. Конечно, планировалась год назад, но то одно, то другое. Это не так просто. Тем не менее, когда уже сделаны были все основные правки, казалось, что она весной должна, ну то есть вроде как планировали на весну. Но, в общем-то, затянулись и правки, и там всякие нюансы, а летом решили, что для такой темы не сезон. Поэтому перенесли выпуск на осень. И вы знаете, только когда я её увидела, вот получила, до меня вдруг дошло, что как символично. У неё такие оттенки именно осенние. Ну, ассоциация с осенью, и она вот выходит осенью. Что ещё хотелось бы про неё сказать? Я вставлю кадры из видео, даже ссылку оставлю. 18 октября 2020 года я с вами делилась о том, что мне издательство предложили написать книгу. И тогда я с вами делилась, что у меня сомнения, так как это очень сложно, много нюансов, тра-та-та. Конечно, от вас была поддержка в комментариях. И вы знаете, спустя два года, два года, от тех сомнений, а стоит ли за это браться, а нужно ли это мне, так вот, вот эта книга в руках. Сомнения. Почти даже был момент, когда я решила, что я не буду ничего этим заниматься, и вообще сюда лезть. И теперь я её держу написанную. И она продаётся. Уже вы её покупаете, уже кто-то из вас её купил, уже прочитал. Два года. Вот такой интересный путь. Далее хочу озвучить очень важный момент по поводу продажи. Так вот, книгу не я продаю, а издательство, точнее, магазины продают, которые сотрудничают с издательством. Цену на книгу тоже устанавливаю, и не я, я не могу на неё повлиять. Кто-то мне уже писал, это очень дорого, я не буду с вами спорить. У всех разные финансовые возможности, плюс сейчас всё подорожало, и бумага. А учитывая, что это твёрдая обложка, хорошее качество бумаги, цветные иллюстрации, студийные фотографии, в общем-то, из этого всего складывается цена. Да, возможно, чуть позже будут какие-то акции, скидки, может быть, она упадёт. Я, у меня нет опыта в книжной теме, поэтому я тут не могу каких-то прогнозов давать. Книга вышла маленьким тиражом, ну, мне так кажется, что это небольшой тираж, всего три тысячи экземпляров. Так что успейте купить, пока они ещё есть в наличии, учитывая, что их уже купили. Я, правда, не знаю, сколько человек купила, но уже несколько человек мне писали, что она уже у меня в руках. В электронном виде, я так понимаю, не имеет ограничения, количество, где её можно купить. На любом маркетплейсе, Валберис, Озон, Магазин, Лабиринт, Читай город, Бук-24, по-моему, что-то ещё. Я, в общем, перечень оставлю в описании. Кстати, здесь немного устаревшая информация. Написано на главной обложке 276 тысяч подписчиков, а у меня уже гораздо больше. Есть ещё и второй канал. Но на обратной стороне здесь округлили два канала, то есть сложили два канала и написали общее количество подписчиков. Ну, так, примерно на тот момент, когда эта книга уже уходила в печать. Понятное дело, что всё меняется, но вот, тем не менее, такой нюанс хотела вам рассказать. Всё, я заканчиваю сегодня со своей книгой. Ну, уделила много внимания, потому что такой случай. Я, естественно, каждый раз во влоге столько уже наговаривать, пролистывать не собираюсь. Просто буду иногда вам напоминать. Давайте побьём рекорд и продадим все три тысячи. Продадим. Купим, продадим, продадим, купим три тысячи экземпляров. Мне даже интересно, это считается мало или это считается нормально для такой книги. Я не знаю. Новичок в этом во всём. И буду с вами, кстати, делиться. Если интересно, то, как это всё дальше будет происходить, будет ли вторая книга или, в общем-то, вот одно и хватит. Посмотрим. Всё-таки, да, энергии я сюда вложила много. Работы тоже было много. Мы, конечно, отметили выход моей книги. Она уже вовсю продаётся. Некоторые зрители уже купили, почитали. В основном положительные, очень тёплые отзывы. Конечно, есть те, кому не понравилось, кто-то разочаровался, но это с любой книгой, с любым произведением. А вообще, я вам хочу напомнить, что сейчас я активно публикую видео на своём втором канале. К сожалению, на этом канале пока у меня не получается войти в режим, придумать какой-то новый формат, но я в поисках, я его не забрасываю, просто я пока не знаю, как мне быть, что мне публиковать. И вот сейчас я вставляю кадры из некоторых влогов, которые публикуются на втором моём канале Natalie Home and Life. Ссылка будет в описании и на канал, и на видео с книгой. Поэтому, если вдруг меня потеряли, пожалуйста, заглядывайте, подписывайтесь на тот канал. Именно там я публикую активно ролики, делюсь полезной информацией, мотивацией на ведение хозяйства, создание юта и многое другое. Так что, если вдруг заскучали, потеряли, подписывайтесь, я вас там жду. Вам хочу сказать огромное спасибо за то, что заглянули ко мне в гости, досмотрели до конца и буду рада вашей горячей поддержке в виде пальчика вверх. Ну, а я хочу вам пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия и пусть всё задуманное вами осуществится. Всё, жду вас в гости, туда на тот канал, заглядывайте, подписывайтесь, буду рада.